Я не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопросы, недоумение, но и внутренний протест. Привет, я Роман Цыбалюк, корреспондент Униан в Москве. Как и обещал, записываю видео о прямой линии Владимира Путина. Кстати, подпишитесь на мой YouTube канал. Кто этого еще не сделал, хороших людей должно быть больше. Это достаточно интересный формат, где президент Российской Федерации в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Российские зародофилы отнеслись к этому общению без энтузиазма. Да-да, тут тоже такие есть. Мол, Владимир Владимирович говорит не всегда честно, иногда даже обманывают, так и пишут. Ну, в общем, задают очень неудобные вопросы, а-ля, когда же вы уже наконец-то уйдете. И вообще, рейтинг Владимира Владимировича очень и очень высокий, согласно новой методике замера общественного мнения. Но если посмотреть на YouTube трансляции, то получается, что общение Путина с народом, ну, фактически завалили дизлайками. Как же это может быть? Возможно, это все сделали украинцы. Хотя нет, у нас алиби. Потому что, согласно, опять же, мнению Владимира Владимировича, каждый украинец хочет получить российский паспорт. И совсем недавно он фактически предлагал российское гражданство нашему новому президенту Владимиру Зеленскому. Говорил даже, что давайте будем друг другу выдавать паспорта и так дойдем до общего гражданства. Но сейчас ситуация уже изменилась. Хочешь паспорт с двуглавым орлом? Переезжай на территорию России. Кстати, интересно, Виктор Янукович уже воспользовался этой опцией. Когда смотришь прямую линию, складывается впечатление, что Владимир Путин это единственный человек в России, который может говорить о российских проблемах с экрана российского телевизора. И ему задают такие вопросы, что просто очень даже становится неудобно. Как же это так? Они встают с колен, а у них такое творится. Вот вы сами сказали про падение уровня доходов. Мы тоже все это увидели. Но очень много вопросов. Я зачитаю вот буквально несколько очень коротких. Они из разных регионов. Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть, очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч. 10 тысяч российских рублей это, по-моему, 3800 гривен. Сколько? 150 долларов? 150 евро? Нет-нет, я никоим образом не хочу сказать, что здесь все плохо. Это не так. В Москве, например, зарплаты намного, намного выше. Тут баблище. Вообще, как бы, кажется, не в ограниченных количествах. Ну, если страна великая, то, очевидно, речь должна идти не только о столице. Согласитесь. Чаще всего страдают те, от кого зависят наши жизни. Это учителя и врачи. Вот, например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 тысяч 764 рубля. Учитель также высшей категории из Тверской области 15. Получается, зарплата учителей в России на украинские деньги чуть выше 5000 гривен. Я вчера звонил своей любимой учительнице, которая работает в Днепропетровской области. Ее, кажется, еще не переименовали. Моя любимая учительница. Моложе меня лет на 10 или даже больше. То есть, это молодой специалист. И да, с кандидатской. Но, тем не менее, зарплата у нее 8000 гривен. И это при том, что у нас один президент был барыга, а сейчас президент клоун. А у нас российское вторжение. И, конечно же, у нас коррупционеры. Отсутствие газа. И вот-вот придет дефолт. А в России все наоборот. Там Путин, стабильность, нефть и газ. А доходы населения вот такие. И я никоим образом не хочу соревноваться на Ниве нищеты и у кого там хуже. Просто хотелось бы обратить внимание этих фанатов российского телевизора. И не только телевизора, а таких в Украине очень много. Чтобы они соотносили то, что они видят с голубых экранов, с реальной жизнью. Потому что, ну, как бы не всегда это соответствует. И поэтому прямую линию иногда стоит посмотреть и послушать, чем же живут в соседней стране. Возвращаясь к теме падения доходов. За эти дни мы просмотрели тысячи обращений о том, что стали получать меньше. Пишут абсолютно все. И те, кто, в принципе, зарабатывает неплохо. И те, кто относит себя к среднему классу. И те, кто, не стесняясь, называет себя, в общем-то, бедными. И тут, скорее всего, дело не в цифрах каких-то определенных, а в ощущениях. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Ну, это действительно так. Интересно, когда начали падать доходы населения в России? Это же, наверное, важно? Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками. И это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или с внешними ограничениями. А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных. Это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды вообще. Цены на нефть, на самом-то деле, достаточно высокие сейчас. Но, опять же, Владимир Владимирович вспомнил о чем? О санкциях. А когда санкции ввели? После 2014 года. Еще раз, а что было в 2014 году? А, Крым наш, Донбасс наш. Жалко, конечно, что даже во время этой прямой линии не проводятся четкие логические цепочки. Ну, так сказать, чтобы россияне знали, что откуда берется, что, напав на Украину, они за это заплатили. Возвращаясь к теме проблем в экономике, многие связывают эти трудности с западными санкциями. Кстати, сегодня Евросоюз их вновь продлевает. И иногда звучат призывы со всеми помириться. Вот если представить, что Россия выполнила вообще все требования Запада, совсем согласилась. Это что-то даст наша экономика? Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас, ни с кем ругаться. Все это так, только непонятно, почему в списке врагов России, согласно соцопросов, США и Украина, главные российские враги. Ну, и опять же, в российском телевизоре, когда прямая линия заканчивается, почему-то все говорят о том, что Запад супостат хочет каким-то образом сдержать Россию. И Владимир Владимирович тоже говорит о том, что ее хотят сдержать. Ну, кстати, не только ее, и Китай тоже. Если так будет продолжаться, то на россиянам придется найти себе новых братьев, новый братский китайский народ. Смотрите, ведь Китайская Народная Республика не имеет отношения к Крыму и к Донбассу, правильно? Значит, нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем, что полная чушь, ложь. Значит, но Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на ее товары, это считайте же санкции, увеличивается, увеличивается. Владимир Владимирович очень внимательный, он говорит, что Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу. И это здорово, что Владимир Владимирович оккупацию этих двух регионов связывает, потому что лично для меня это одна военная операция. Это так ее пытаются сейчас как бы разделить на два не пересекающихся события. Но не просто так, когда Путин говорит уже о Донбассе и России, то о Крыме он почему-то не вспоминает. А, по поводу оккупации Донбасса, почему же это ложь? Дело в том, что почему-то и ОБСЕ, и Европейский Союз постоянно выступают с такими странными заявлениями, что Россия продолжает поставлять оружие и боеприпасы на оккупированный Донбасс. Люди с автоматами по Донбассу скачут в российской военной форме. У них российское оружие, у них российская военная форма, у них российское обеспечение. Ну, кто же они? Правильно, они русские оккупанты и коллаборанты. Потому что термин ополченцы, он совсем не к месту. И значение этого слова, на самом-то деле, даже на прямой линии растолковали россиянам. Когда было включение из Северного Кавказа. Там, где люди воевали с международными бандитами. Вот это гора Алилен, которую штурмовали десантники. Здесь была пролита кровь. Были погибшие, но десантники взяли эту высоту. И пехота, артиллеристы, летчики бомбили. Но первый выстрел, который был произведен по боевикам, а пришло их сюда более тысячи. Это международные террористы. Руководили Басаев и Хаттаб. Кого здесь только не было. Но первый выстрел сделал ополченец. До сих пор, хочу сказать вам, нет статуса ополченцев. Участников боевых действий. Я бы простил вас, уважаемый Владимир Владимирович. Решите этот вопрос. Это история 20-летней давности, когда местные жители воевали против международных террористов, как было сказано, на стороне своей, в данном случае, российской армии. А если люди воюют на стороне российской армии, но против Украины, то есть против своего государства, внимание, кем они являются. Путин таких людей называют бандитами и международными террористами. Мне кажется, что в нашем случае лучше всего подходит термин «коллаборанты». Ну, допустим, у нас в РСФСР, в Советском Союзе, и в России, и в Новой, никогда не было отечественного морского двигателя строения. И мы закупали это все за границей. А знаете, где за границей? Правильно, в Украине, в городе Николаеве, где, кстати, живут русскоязычные во многом люди. Ну, теперь как бы это сотрудничество свернуто. Ура, ура, Владимир Путин снова победил. Ну, есть хорошая новость в данном случае, потому что хоть и Украину в данном контексте не упомянули, но, тем не менее, если закупали за границей, значит, Украина для России наконец-то становится за границей. Так держать? По поводу того, если мы, значит, ну, о примирении речи не идет. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные, фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, ну, кардинально ничего не изменит. Никакого примирения с Западом не будет. И это логично, потому что, если будет примирение, то Владимиру Владимировичу и вообще членам российского правительства придется размышлять о тарифах ЖКХ и каких-то других проблемах, если не будет угрозы, ну, да, вымышленной, но, тем не менее, угрозы с Запада. Смотреть прямую линию очень полезно и интересно. Только Владимир Владимирович сказал, что никакого примирения с Западом не будет. И тут задают следующий вопрос. Он очень и очень показательный. О водопроводе. Спасибо, Елена. В наш центр уже поступило более миллиона 800 вопросов. И с невероятной скоростью они продолжают поступать. Давайте посмотрим, откуда звонят люди. Вот здесь у нас вопрос откуда? Город Курск. Город Курск. А здесь у нас? Город Томск. Город Томск. А здесь откуда звонок, да? Поселок Каскара, Тюменская область. Пишут, что нет водопровода. Ну, в 21 веке отсутствие водопровода, это кажется просто немыслимым. Предлагаю послушать именно этот звонок. Интерес к этому формату общения, он очень и очень высок. И, кстати, звонят Путину не только из России. Звонят со всего мира. Вопросов, звонков мы получаем из-за рубежа. Быстро покажу вам. Вот, например, карта тех желающих, кто пытается с нами связаться через сервис ОКЛайф. Например, звонят нам из Лондона, из Парижа, из Цюриха, Ганновер, Гамбург, очень много звонков из Молдавии, из Белоруссии. Возможно, у них тоже проблемы с водопроводом. Конечно, очень много звонят нам и из Украины. Буквально пару примеров, пару вопросов. Владимир Владимирович, 27 апреля вы заявили, что гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить все украинцы, а не только отдельной категории граждан, когда указ будет подписан. Помиримся ли мы с Украиной? Будем ли восстанавливать хорошие отношения с Украиной? Из Одессы вас спрашивают. Владимир Владимирович, приедете ли вы к нам в Украину? Одесситы молодцы. Вопрос под ковыркой. Спрашивают, приедет ли Путин к нам в Украину. Это что же получается? Они не хотят жить в Новороссии. И да, если Владимир Владимирович все-таки соберется посетить наш этот южный прекрасный город, а российские военные снова пойдут в отпуск, ну, вместе с танками, и если они все-таки, не дай боже, дойдут до Одессы, будет ли опробовано российское ноу-хау в части комендантского часа. Ведь в Донецке и Луганске эта схема уже работает шестой год. Это же, ну, по-моему, очень здорово. Сразу понятно, что пришел русский мир. Сейчас выведем прямой звонок из Киева. Мне подсказывают, что у нас на связи журналист, украинский журналист, Валерий Швец. Валерий, добрый день. Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день. Какие перспективы у минских переговоров после выборов в Украине? Как известно из состава переговорщиков, вышел Виктор Медведчук, который сказал, что сам продолжит вести переговоры по освобождению удерживаемых лиц, независимо от позиции новой украинской власти. Скажите, обращался ли к вам Медведчук по вопросу освобождения граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации? Это случайность, что человек, который дозвонился из Киева, спросил про Медведчука, кума Путина. Ведь сейчас Медведчука Бойко баллотируется в Верховную Раду, и ему нужна помощь. Любопытное, конечно, совпадение. Или другими словами, чудодейственный эффект прямой линии, иначе и не скажешь. И надо отметить, что Владимир Владимирович не скупился на комплименты в адрес Медведчука. И на самом-то деле он сказал очень важную вещь. Фактически впервые за многие-многие годы Путин сказал, что обмен, скорее всего, будет. Потому что раньше они как бы делали вид, что их это не касается. И это дает надежду. Когда это произойдет? Конечно, вопрос. Но что-то мне подсказывает, что с точки зрения логики было бы неплохо, чтобы все это завершилось до выборов. Ну, по крайней мере, таким образом Медведчук всем покажет, что только он может договориться с Путиным. Вопрос, пришедший через соцсеть ВКонтакте. Вот вы не общаетесь с Зеленским, но вы поймите, ему же трудно. Он же молодой, необученный. Сделайте первый шаг. Чувствуете какой-то снобизм в голосе? Молодой, необученный, неопытный. Ну, знаете, эти все качества, на самом-то деле, они проходящие. И в 2000 году, когда Владимир Владимирович занял топ позиции в российском государстве, у него тоже не было вот этого опыта, вот этого отцовского взгляда на страну и на весь мир. Ну, талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия. Владимир Владимирович подколол Владимира Александровича. Мол, когда я уже был президентом, ты был только клоуном. Клоуном. Играл в КВН в Москве. А вот эта история, про которую он рассказывает, что ему теперь не смешно. Дело в том, что перед этим Владимир Владимировичу показали сюжет о том, как беженцы с Донбасса, беженцы от войны, которую развязала Российская Федерация, на протяжении пяти лет не могут получить российское гражданство. Ну, так как они дозвонились, естественно, паспорта им теперь дадут. Но, наверное, таких людей много. И вообще, как это так? Прошло пять лет, а оказывается, ну, как бы эти братья не создали условий для украинцев, которые уехали из Донбасса. И опять же, почему-то паспорта хотят раздать или хотели раздать всей Украине российские. Но когда касается конкретных дел, речь идет только о Донбассе, который наши соседи сделали непригодными для жизни. И если уж он оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать. Тем более, что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил и, собственно, сделал это ядром всей своей избирательной кампании. Я думаю, что это самые главные слова Путина по Украине. На самом-то деле, о чем он говорит? Зеленский. Ну, играл в КВН, клон, ладно. Но раз ты стал президентом, ты что там обещал? Мир украинцам обещал? Тогда выполняй мои требования. Потому что ты знаешь и я знаю, что вопросы войны и мира, они не в Киеве, они в Москве. И если не пойдешь на наши условия, мы в любой момент можем добавить интенсивности этому конфликту. Или наоборот, ее снизить и таким образом обвалить твой рейтинг. Не просто так, кум, а товарищ или пан Медведчук чуть ли не оптом скупает в Украине информационные каналы. А чем они будут заниматься? Они будут говорить следующее. Вот, Зеленский вас обманул, как и Порошенко. Он вам обещал мир и не справился. А мы, партия там мира и дружбы с Россией, можем все организовать. Про условия, естественно, никто говорить не будет. Но сейчас что происходит? Вот, будучи за границей, в Париже, по-моему, да, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами. То есть с представителями вот этих самых непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? Да все очень просто. Берем минские соглашения с представителями Донбасса, как говорит Владимир Владимирович. Переговоры в Минске ведутся в рамках трехсторонней контактной группы. Не просто так она появилась. Это все прописано в минских соглашениях. И там можно было бы, если бы Москва дала команду, все эти вопросы урегулировать. Создать предпосылки, чтобы Россия ушла с Донбасса и воцарил мир. Но здесь задачи совсем другие. И, кстати, требования Москвы, они же никоим образом не изменились. До этого у нас был президент, который не играл в КВН. Он у нас занимался бизнесом, политикой. Его кто-то называл барыгой. Владимир Владимирович называл Порошенко инвестором. Намекая на фабрику в Липецке. Но требования Москвы, Кремля к нам, к Украине не изменились. И, может быть, дело-то не в профессии, которой занимались или занимаются руководства Украины. В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Примеры в истории есть. Это российский пример и война в Чечне. Это хорватская операция «Буря». А здесь договориться не получится. По той причине, что Владимир Владимирович хочет быть как бы и агрессором, и оккупантом, и миротворцем одновременно. Дело в том, что, ну, как бы странно. Владимир Владимирович, с одной стороны, предлагает разговаривать с его гауляйтерами, а с другой, фактически, здесь же объясняет, что ключи от мира в его руках. И, кстати, его кум Медведчук тоже говорит, что ключи от мира в Москве. На этом все. Читайте агентство «Униан», подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао! То, что Роман сказал, конечно, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.